За сутки 25 июля в нашей области зарегистрировали 255 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. У большинства заболевания протекают с симптомами. 23 человека утонуло на водоемах региона с начала текущего года. Только за минувшие выходные жертвы в водной стихии стали 3 человека. Некому помочь. После сильного ветра несколько деревьев упали во дворе частного дома, где проживает одинокая пенсионерка. Здравствуйте! В эфире информационная программа «Факт» в студии Сергей Довголюк. Вплоть до августа синоптики обещают октябринцам устойчивую и теплую погоду. Область находится под воздействием обширного антициклона. Осадков не будет. Ветер с северного направления 9-14 метров в секунду. Температурный фон составит в ночные часы 13-18 градусов тепла, в дневные 25-30. 29 июля ночные часы чуть-чуть пониже 10-15, местами до 20, а температурный фон дневной будет оставаться прежний 25-30, на юге до 35. Ветра сильного не ожидается, осадков тоже практически нет. Ради что 28-го по северу, может, небольшие пройдут осадки, кратковременные дожди. Ну, в принципе, можно сказать, что практически до конца месяца погода у нас будет стоять хорошая. За сутки 25 июля в нашей области зарегистрировали 255 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. У большинства заболевания протекают симптомами. На сегодняшний день более 5000 человек находятся на домашнем карантине. Всегда последние сутки по области у нас выделено 255 случаев коронавирусной инфекции, по пневмонии 5 случаев. Всего с момента пандемии зарегистрировано 15 298 случаев. На сегодняшний день 12 298 пациентов выздоровели. По инфекционным стационарам на сегодняшний день на лечении находятся 730 пациентов. Из них в городе Ахтюбе 523 пациента и в районных областях 207 пациентов. В реанимационном отделении находятся 67 пациентов. Из них в городе Ахтюбе 57 и в районах 10 пациентов. 9 человек подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. 28 пациентов находятся на неинвазивной искусственной вентиляции легких. Загруженность инфекционных коек в регионе на сегодня составляет 68 процентов. Реанимация заполнена на 43 процента. Продолжается вакцинация населения. Всего с начала пандемии в область выступило порядка 400 тысяч доз вакцин. Полный курс иммунизации прошли чуть больше 124 тысяч актюбинцев. 23 человека утонуло на водоемах региона с начала текущего года, сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям. Только за минувшие выходные жертвами водной стихии стали 3 человека. На Актьюбинском водохранилище произошло опрокидывание моторной лодки. В случае чего четверо рыбаков в 22 часов 30 минут на моторной лодке решили проверить свои сети. При неопознанных обстоятельствах моторная лодка перевернулась. Троим рыбакам удалось выбраться на берег. Один остался в воде. Оперативно-спасательные сотрудники оперативно-спасательного отряда проводились поисковые работы. В результате чего тело мужчины 1975 года рождения извлечено с глубины 3 метров. Далее уже днем очевидцами извлечено тело гражданин 1976 года рождения. Также с глубины 3 метров. Это уже случай был в Тимирском районе. И третий случай произошел на реке Илек в Мартугском районе. Тело 18-летней девочки было извлечено с глубины 2,5 метров. Как сообщили в ДЧС, двое утонувших мужчин находились в состоянии алкогольного опьянения. Также 25 июля на реке Илек в Мартугском районе спасатели проводили поиски 18-летней девушки, которая, по словам очевидцев, утонула во время купания в необорудованном для этого месте. Тело девушки вскоре было найдено на глубине 2,5 метров. Спасти ее, к сожалению, не удалось. Все случаи произошли на территории неофициальных пляжей. В разгар купального сезона сотрудники спасательных служб еще раз напоминают актюбинцам о необходимости соблюдения правил безопасности при отдыхе на воде. Минувшую ночью пожар площадью почти 400 квадратных метров охватил несколько хозяйственных построек в поселке Шубур-Кудук Тимирского района. По информации сотрудников ДЧС, в ликвидации возгорания участвовало 16 спасателей и 2 единицы спецтехники. По прибытию было установлено полыхание 14 хозяйственных построек на общей площади 391 квадратных метров. Огнем было уже уничтожено один легковой автомобиль и пострадала крыша двух гаражей. Во время тушения пожара огнеборцами было спасено два газовых баллона бытовых, спасено от пожара два легкового автомобиля и недопущено распространение пожара на жилые сектора, жилые дома. В 02 часа 45 минут пожар был ликвидирован полностью, жертв и пострадавших от пожара нету, причина пожара устанавливается. С начала года на территории Актюбинской области было зарегистрировано 296 случаев пожара, в которых травмы различной степени тяжести получили 12 человек. В основном из-за несоблюдения правил безопасности и неосторожного обращения с огнем. Сотрудники ДЧС напомнили актюбинцам о необходимости строгого соблюдения правил пожарной безопасности и в случае пожара звонить по телефонам 101 и 112. В период с 21 по 23 июля текущего года в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Каникулы» сотрудниками полиции в районе железнодорожных путей старой части города были привлечены к ответственности трое несовершеннолетних. Также с 21 по 23 июля текущего года проводятся оперативно-профилактические мероприятия «Каникулы». Во время проведения данной акции ОПМ «Каникулы» линейный отдел появился на станции Охтубе, было доставлено три несовершеннолетних. Из них по 442-й один несовершеннолетний, то есть нахождение несовершеннолетний, где жилище в ночное время, по статье 127-й один несовершеннолетний, и в центре адаптации Айолы был помещен один несовершеннолетний. Работа данного направления ведется на постоянном контроле. Некому помочь. После сильного ветра несколько деревьев упали во дворе частного дома, где проживает одинокая пенсионерка. Сейчас женщина не может передвигаться по двору. Под завалами остались огород, доступ к воде и птичник. Природа жестоко подшутила над хозяйкой этого дома. Разбушевавшаяся стихия принесла дополнительные проблемы в ветхий старый домик. Здесь Раиса Кондратьевна прожила всю жизнь, и с возрастом стало все сложнее поддерживать его нормальное состояние и ухаживать за двором. Тем более, что вот уже несколько лет женщина проживает одна. Вчера упало у меня дерево, и оно все это на крышу. Я вызвала МЧС. Приехали. То, что было на крыше, они все спилили, большие чурки, и покидали мне вот этот весь проход. Здесь весь проход. Я цыплят не могу накормить. Эти чурки очень тяжелые. Я не могу их поднять, даже сдвинуть не могу. Мне 80 лет. Это, ну, разве так можно относиться? Я умоляла, плакала, говорю, уберите, пожалуйста, с дороги хоть. Это не наша работа. И все. Бригада спасателей отреагировала оперативно, потрудились тоже на совесть. Огромные ветки спилили, но оставили их там же, где они упали. На крыше небольшого птичника, на проходе в огород, на самих грядках. Убрать это все самостоятельно 80-летней женщине просто не под силу физически. А помочь-то оказалось и некому. О родственниках, близких, никого нет? Да нету никого. То есть помочь вам некому? Я бы, конечно, бы... Я бы хотела, чтобы люди помогли, да. Бесполезно уговаривать. За деньги никто не хочет работать сейчас. Вообще не хотят работать. Абсолютно прям. Я хотела. Что теперь с огородом, с урожаем? Все, пожалуйста, все, урожая нет. Все сломались, все поломало. Звонки в горы Кемат также не дали результата. Операторы на линии 109 заверяют, что заявка направлена в отдел ЖКХ. Но о конкретных сроках оказания срочной помощи именно такого характера никто не говорит. Вы поймите, мы же на телефонах операторы, мы им передали вашу эту проблему. Они на исполнение ее взяли. Также затруднились ответить и в самом городе ли. Чиновники ссылаются на отсутствие закрепленной организации по саночистке. Конкурс на госзаказ почему-то не был проведен заранее. И когда определится ответственная организация, неизвестно. В настоящее время установлено, что опасности нет, спасатели устранили угрозу. Что касается вывоза спила, то подрядная организация еще не определена. Проходит тендер по саночистке. В порядке исключения, помощь за счет государства можно будет оказать, но лишь после завершения конкурса. Также напомним, что уборка частной территории не входит в обязанности государственных структур. Единственная надежда в такой ситуации, впрочем, как обычно, на волонтеров или просто сочувствующих граждан. Желающие оказать добровольную помощь могут навестить Раису Кондратьевну в любое время дня по адресу Заводская 64. Ирина Гудь, Сергей Калашников, программа «Факт». Семейная пара, имеющая проблемы со слухом, просит помочь им решить многолетнюю проблему с протекающей крышей дома. В любую непогоду квартиру затапливает так, что страдают даже соседи снизу. Вот уже 10 лет семья Карашевых вынуждена жить в таких условиях. В квартире на пятом этаже по адресу Сатпаева, 16, корпус 1, стоят голые стены, которые хозяева периодически заново шпаклюют и латают появившиеся трещины. Причина такой обстановки в доме – непригодная крыша. Сами покрывали за свой счет крышу. После уже муж пошел опять смотреть, а у них опять текет. Обращались в КСК. Они не приходили, отказывали, разводили руками. Потом Нурутан. Один раз помогли Нурутан, сделали ремонт, но потом все. Ну уже сколько лет прошло. А что именно Нурутан сделали? Ну, Нурутан, что сделали? Ремонт или крыша? Только крышу сделали. Крышу. Только они как то, что глухонемые, они помогли им, не имею в виду, сделали крышу. И на сколько хватило этого? Сколько лет? Сколько лет? Три года назад? А, на три года где-то хватило. А, на год хватило, говорит, и все. Тяжело, говорит, нету финансов, чтобы это все постоянно покрывать, делать ремонт. Крыша текет, у соседей тоже все. Обещали, что там с Акимата придут, помогут. Но никто ничего, все разводят руками, никто не может помочь. Понятное дело, что ремонтировать каждый год крышу и делать ремонт в квартире никаких средств не хватит. Но почему на жалобы семьи с такими особенностями никто не реагирует, вопрос открытый. По словам Шаупан Карашевы, дом стоит в очереди на модернизацию. И в июле ремонтные работы обещали начать. Только вот месяц почти на исходе, а действий никаких не наблюдается. Семья с ужасом ждет наступления осени, когда в межсезонье начинаются дожди. Попытаться уберечь какое-то имущество в доме просто невозможно. Потеки начали управляться в лесене, в Братейской СК, но там только развод руками. Как удалось выяснить нашей съемочной группе, данный дом действительно скоро должны полностью отремонтировать, сменить инженерные сети, поменять кровлю и провести косметический ремонт в подъезде. Правда, обещают начать, как только поступят деньги. И в лучшем случае это будет в августе-сентябре. На квартирный жилой дом номер 16, корпус 1 по улице Паева, он как раз же стоит в списке по ремонту в рамках программы модернизации. Работа по контактальному ремонту данного дома будет производиться по выделению финансовых средств. В настоящее время по данному дому уже разработана проектность документации и утвердена жильцами. Кристина Веет, Сергей Калашников, программа «Факт». Одно из главных политических событий прошло накануне по всей стране. Состоялись выборы Акимов сельских округов. А в нашем регионе они прошли по 35 избирательным округам. Первые результаты сегодня огласили в Акимате области. По избирательным бюллетеням были внесены 105 кандидатов. Из них 63 выединены политическими партиями. Партия Наротан 28, АУ 16, АХЖО 9, АДАО 4, НПК 4, ОСДП 2 кандидата. 42 с самовыдвижением. Из 105 кандидатов 17 или 16,1% женщины. Избранные Акимы во всех 35 избирательных округах. Из них в единомой партии Наротан 28 человек, АУ 2 человека, АХЖО 1 человек, АДАО 1 человек, НПК 1 человек, ПУТЁМ самовыдвижения 2 человека. Сообщается, что из избранных Акимов 28 являются государственными служащими. Один представителем коммерческой структуры, пять работниками бюджетных организаций и один временно неработающий гражданин. Среди избранных Акимов 5 женщин. Средний возраст избранных Акимов 46 лет. Самому молодому 26, самому старшему 62 года. В Петропавловске живет уникальная многодетная семья, в которой недавно родился 17-й ребенок. Передает спутник Казахстан. Цитирую. В июле в нашей семье родился 17-й ребенок. Мальчик назвали Давид, сообщил агентству отец семейства Павел Култышев. Это десятый мальчика в многодетной семье. Девочек у Култышевых пока меньше. Семь. Павел и Татьяна поженились в 2000 году. Познакомились они в церкви. Павлу было тогда 22 года, а Татьяне 19 лет. Сколько будет в семье детей, даже не обсуждали. Сколько Бог даст. Первого ребенка Татьяна родила в 20 лет, а дальше практически каждый год. Счастливая новость. Сам Павел из многодетной семьи, в которой воспитывалось 8 детей. 6 братьев и 2 сестры. Они очень дружны, постоянно общаются, даже живут все рядом. У братьев и сестер Павла тоже многодетные семьи. А вот Татьяна из обычной семьи, их в семье трое. Но она также считает, что дети – самое большое счастье в жизни и рада каждому малышу. В семьях Култышевых очень дружная. В семье друг другу помогают. Старшие присматривают за младшими. Обеды варят, убирают, стирают и гладят. У всех в семье есть свои увлечения. В детский сад младшие дети не ходят. У них дома свои ясли. Младшие играют друг с другом. Старшие помогают нянчить младших. Учат чтению и счету. В первый класс дети идут подготовленные. К слову, отец семейства сам полностью перестроил свой дом, купленный 20 лет назад. Но Култышева, конечно же, мечтает о большом доме, в котором будет много места для большой и дружной семьи. О других событиях нашей страны вы узнаете из следующего видеообзора. За прошедшие сутки 25 июля зарегистрировано 6637 новых случаев заболевания коронавирусной инфекции и передает TNG News со ссылкой на данные межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19. Всего в стране подтверждено 535 906 случаев. Напомним, за сутки 24 июля в стране выявили 6631 новые случаи заболевания. 23 июля эта цифра 449 377 составляла 6521. Также в МВК отметили о выздоровлении за сутки 2381 человека, всего из общего числа заразившихся. 535 тысяч человек выздоровели 449 377 пациентов или 83,8%. По данным на 25 июля в Казахстане первым компонентом вакцины против коронавирусной инфекции привито 5 145 055 человек, вторым компонентом 3 264 705 человек. Суточный антирекорд по смертности от COVID-19 обновлен в Казахстане. 90 человек умерли от коронавируса и пневмонии. 24 июля передает Тенгриньюс. У 70 из них был положительный тест на коронавирус, у 20 отрицательный с признаками пневмонии. 16 регионов находятся в красной зоне. По распространению коронавируса передает Тенгриньюс со ссылкой на МВК. На 26 июля в красной зоне находятся города Нур-Султан, Ауматы, Шимкен, Дакмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Жамбульская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Кастанайская, Казалардинская, Мангистауская, Паводарская и Север-Казахстанская области. В желтой зоне – Туркестанская область. Кастак передает Ассоциация общественного питания РК, считая, что санитарные врачи определенных регионов превысили свои полномочия при введении дополнительных ограничений для субъектов малого и среднего бизнеса, работающих по системе АШИК. Постановление санитарных врачей регионов не имеет юридической силы, так как не было постановления главного санврача страны Ерлана Киясова. В этой связи объекты общепита должны вести деятельность по проекту АШИК в соответствии с последним постановлением Киясова 3 июля, согласно которому объекты общественного питания, участвующие в проекте АШИК, могут работать в красной зоне с 7.00 до 2.00 при заполняемости не более 50%, говорится в сообщении пресс-службы АОП. Граждане государств, входящих в ЕАЭС, планируют приехать в Россию с пересечением воздушной границы. Отныне должны использовать новое приложение «Путешествуй без ковид». Исключение сделают только для граждан, путешествующих транзитом через вышеупомянутые страны. Для всех остальных использование приложения обязательно, сообщает телеканал «Россия-24». Перечень сертифицированных лабораторий определяется самими странами ЕАЭС. Результаты тестов из таких лабораторий автоматически загружаются в приложение. Иностранным гражданам, прилетевшим в Россию, остается только показать смартфон на контрольно-пропускном пункте аэропорта. С 1 сентября такие же требования будут распространяться для жителей Азербайджана, Молдовии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. По данным КОСТАК, трое детей выпали из окон многоэтажек за последние сутки в Нур-Султане. 25 июля 4-летний ребенок, находясь дома у няни, забрался на подоконник и выпал из окна пятого этажа на автомашину. Няня в это время была дома и спала. Ребенок с различными травмами доставлен в больницу. В этот же день 6-летняя девочка, находясь дома, забралась на подоконник и выпала со второго этажа на козырек подвала. 26 июля 5-летняя девочка выпала из окна третьего этажа с различными травмами. Она госпитализирована в реанимационное отделение, говорится в сообщении. Как отметили в полиции, с начала года в столице 18 детей выпали из окон многоэтажек. Один ребенок погиб. Костак сообщает, на 10,3% выросли цены на самые необходимые продукты с начала года. А за аналогичный период с 2020 года на 5,7% сообщает Агентство по защите и развитию конкуренции РК. За неделю с 13 по 21 июля, согласно ЧОУ, цены на СЗПТ выросли на 0,2% по сравнению с снижением цен на 0,3% в аналогичном периоде 2020 года. Стабильные цены на хлеб, молоко, творог. За неделю снизились цены на картофель на 2,7%, морковь 1,6%, рис 0,3% и кефир 0,1%. Костак передает крупный природный пожар, продолжают тушить в Карагандинской области. Огнеборцы продолжают тушить природный пожар в Уватауском районе на предварительной площади 4000 гектаров. В тушении пожара задействовано 229 человек и 66 единиц техники ДЧС Карагандинской области. Местных исполнительных органов, добровольные противопожарные формирования лесного хозяйства и местные жители. Угрозы населенным пунктам нет, говорится в сообщении. Сейчас на РИК-ТВ небольшой блок рекламы и далее в программе «Факт» вы увидите. Сезон засолок начался. Дачники активно реализуют овощи для зимних заготовок. В арсенале у садоводов имеются и все необходимые пряности, а также ягоды и фрукты. Накануне на дне реки Создинка рядом с мечетью Нургосыра прохожими актюбинцами были запечатлены остатки дорожного ограждения. Сегодня в первой половине дня картина не изменилась. Олимпийские игры в Токио продолжаются. По итогам прошедших соревнований в копилке Казахстана уже две бронзовые медали. Но сегодня она с большой вероятностью может пополниться. Враги народа, жены изменников Родины, жертвы политических репрессий. Более пяти миллионов сосланных в Казахстан и нашедших здесь приют и поддержку. Три миллиона казахстанцев, ставших жертвами голодомора. Более ста тысяч брошенных в лагеря, из них двадцать пять тысяч казненных. Цвет нации и культуры – наши земляки. По данным историков, восемь тысяч актюбинцев были осуждены, две тысячи приговорены к расстрелу. Им нельзя вернуть жизнь, только доброе имя. Если ваши близкие в те годы были невинно осуждены, обращайтесь в областную комиссию по реабилитации жертв политических репрессий. Конец недели? Устройте себе праздник! Ресторан «Зимний сад» приглашает вас на летнюю площадку. Наша летняя веранда – отличное место для встреч на свежем воздухе. Аромат шашлыка и люля-кебаб еще аппетитней среди цветов и тенистых аллей. Чистота водопада, прохлада напитков, блюда восточной и европейской кухни. А хотите заказать банкет? К вашим услугам крытый зал ресторана. Летний сад – продолжение «Зимнего сада». Ждем вас в пятницу, субботу и воскресенье. Вход через Редропарк. Субботу и воскресенье. Субботу и воскресенье. Ол сіздің баланыз болуы мүмкін. Сақ бол, өрттің шығына жол берме. Сақ бол, өрттің баланыз болуы мүмкін. 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 реки элементами дорожного ограждения разошлось по актюбинским соцсетям. Точные причины такой подводной свалки неизвестны. Однако сотрудники городского центра обеспечения безопасности дорожного движения одной из причин называют неблагоприятные погодные условия. Сейчас на месте таинственно свалившегося забора возведен новый. Влад Ругушов, Жасул Анжубаев, программа «Пакт». Олимпийские игры в Токио продолжаются. По итогам прошедших соревнований в копилке Казахстана уже две бронзовые медали, но сегодня одна с большой вероятностью может пополниться. Напомним, обладателем первых медалей для нашей страны стали лидер сборной Казахстана по дзюдо Ильдо Сметов и тяжелоатлет Игорь Сон. Спортсмены отличились в первые и вторые дни Олимпиады. Сегодня защищать часть Казахстана довелось теннисистам Елене Рыбакиной и Кириллу Герасименко, боксеру Сакену Бибасынову, а также канаисту Александру Куликову и спортсменам по стрельбе. На данный момент известно, что Сакен Бибасынов одержал победу над Янкелем Риверой из Пуэрто-Рико в своем стартовом бою. Теперь ему предстоит встретиться с французом Билалом Бинамом в одной восьмой финала. Спортсмен по настольному теннису Кирилл Герасименко и канаист Александр Куликов потерпели поражение. А вот первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина продолжит свою борьбу за медаль. На вопрос о надежде продвинуться в медальном зачете, опрошенные нами жители города честно признались, что Олимпиаду не смотрят. А об успехах сборной Казахстана узнают из социальных сетей. Напомним, что всего часть Казахстана на Олимпиаде защищали 95 спортсменов в 27 видах спорта. Дальнейшую борьбу за медали на данный момент продолжают 84 казахстанца. В Сочи близится к кульминации Кубок мира по шахматам. К турнирной развязке из сборной Казахстана добралась только Динара Садуакасова, сообщает Вести Киезет. Спортсменка уверенно дошла до четвертьфинала и в данный момент она бьется за место в полуфинале. Ее соперницей является Александра Горячкина из России. Пока счет в партии ничейный, половина на половину. Победитель и финалист мужского старта завоюют путевки на турнир претендентов. У женщин в аналогичные соревнования пройдут три лучшие шахматистки. О других новостях спорта вы узнаете сразу после рекламы. Не переключайте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова